Всех приветствую. В ближайшие минуты о главных событиях. Алиса Двыглазова получила повреждение колена. Об этом сообщает РИА Новости Спорта, ссылка на источник знакомой ситуации. По этой причине фигуристка не выступила на чемпионате России по прыжкам, который прошёл с 19 по 21 января. Софья Муравьёва ответила на вопросы. У неё узнали, был ли у неё какой-то безбашенный поступок, связанный с фигурным катанием. На гран-при в Москве в произвольной программе я пошла на второй триксель. Для меня это безбашенный поступок. Безбашенный, потому что заранее это ни с кем не обговаривалось. Жалею, что так получилось, я так и не пересмотрела тот прокат. Это единственное выступление, которое я не смотрела. Просто не хочу вспоминать, говорит фигуристка. У неё уточнили, пересматривала ли она выступление с чемпионата России. Короткую, наверное, три раза. Произвольную много, шесть или семь. Смотрю какие-то недочёты, ошибки. Где-то радуюсь. Смотрю, как будто бы не от своего лица, говорит Муравьёва. Также Софья рассказала, планирует ли участвовать в турнире шоу-программ. Готовлюсь ко всему. В прошлом году подавала заявку, но меня не взяли. Было немножко обидно, сказала Муравьёва. Софья сожалеет, что не выиграла чемпионат России 2024 года. У неё спросили, серебро чемпионат России успех или есть небольшое сожаление, что не золото. Небольшое сожаление есть. Конечно, я думал о том, что медаль могла быть не серебряная, а золотая. Ничего плохого не говорю, но каждый спортсмен всегда хочет большего, хочет побеждать. Для меня первое место и чистый прокат одинаковы по значимости. Меня часто спрашивают, что лучше, победа с ошибкой или второе место с чистым прокатом. А я сама не знаю ответ, сказала Муравьёва. Фигуристка сообщила, что межсезонье складывалось непросто. «Были проблемы на сборах в Кисловодске. У меня болело колено, которое было оперировано в 2018 году. Какое-то время я не ходила на лёд и ОФП, просто лечилась. Там есть реабилитационный центр. Потеряли драгоценное время на подготовку, но после этого меня ничего не беспокоило. Просто как-то очень медленно я вошла в сезон. Моя больная стопа, которая беспокоила меня три года, наконец-то прошла», сказала Муравьёва. У Софьи поинтересовались, с какими эмоциями она выходила на один лёд с Александрой Трусовой, когда Трусова тренировалась у Евгения Плющенко. «Я всё время боялась ей помешать. Ещё наругается, а смехом говорит Муравьёва. Когда она проезжала мимо меня на четверной, я за бортик выпрыгивала, если дверка была открыта. Старались не мешать ей, а если мешали, то потом извинялись. Но потом мы подружились. Саша давала мне советы, которые мне помогали», сказала Софья Муравьёва. «Бронзовый призёр Чемпионата мира 2019 года Александр Энберт заявил, что поддерживает творческие начинания Александры Трусовой. В декабре Трусова выпустила свой второй трек. У Энберта спросили, удалось ли послушать песню и как он относится к таким творческим начинаниям Александры. Да, удалось ознакомиться. Мы как раз сидели после съёмок в один из дней, и Александр дала мне послушать. Я отношусь к её творческим начинаниям хорошо. Считаю, что у людей должен быть выход творческой энергии. И очень рад, когда они не стесняются и пробуют новое. Записывают песни, снимают танцы, сами ставят программы на льду, рисуют, как Марк Андротюк. Я за то, чтобы люди находили себя и в любом случае поддерживаю это. Моё творческое начинание заключается в том, что я стараюсь снимать короткие видео на YouTube. Возможно, они пока не такие профессиональные и не такие дорогостоящие в плане продакшенов, но мне просто нравится это делать, и я рад, что это ещё кому-то нравится. В случае с песнями, я думаю, что Александре это тоже нравится, она делает это с душой. Я рад, что человек ищет себя и занимается творчеством. Очень рад за неё, сказал Энберт. Чемпионат России по прыжкам открыл в стране новый талант Елену Костылеву. С ней болельщики связывают будущее российского фигурного катания. Мама фигуристки Ирина Костылева в интервью РИА Новости Спорт рассказала о пути спортсменки в фигурном катании, травме, которую она получила летом и прокомментировала участие в Чемпионате России по прыжкам. Спасибо большое, что дали Лене поучаствовать. Я просто подошла к нашему методисту и спросила, а можно Лену попробовать заявить. Она согласилась, в итоге её отобрали в список участников, и я очень благодарна федерации. Единственная организация была немного странная, мы не до конца понимали, что нужно прыгать. Но всё равно всё получилось, даже несмотря на то, что очень большой у нас был период стартов. Кубок Москвы выиграла, первенство выиграла. Личный турнир у Лены был поздно вечером, в 22.30, а в 8 утра она уже была на ЦСКА-арене, на тренировке. То есть недосып, моральный перегруз. Но я счастлив, как она показала себя. Она ведь ещё не совсем готова физически, не полностью восстановила свои ультра-си. Но мы теперь будем работать над этим, сейчас уже без спешки. Этим летом мы поторопились, и Лена получила травму. Восстанавливали тройной аксель без удочки, и какой-то сосуд в колене лопнул. В итоге, после той травмы, она хотела выйти на лёд в москвиче уже через 3 дня. Гематома чуть спала, с коленом стало полегче после физиопроцедуры, но я её остановила. Полный покой дали. В целом, летний отпуск у Лены превратился в полтора месяца. За это время гематома рассосалась, и всё прошло. Хотя сезон этот для Лены, конечно, неполноценный получается. Она же в мае прошлого года перед травмой уже 3 ультра-си имела. Чётких 10 из 10 попыток на тренировках. Но мы никуда не торопимся, у Лены всё впереди, говорит Ирина Костылева. Также она рассказала об уходе от Этери Тутберидзе. Когда Этери Тутберидзе нас выгнала в первый раз, я промолчала. Молча взяла коньки и без всяких скандалов ушла. В тот же вечер тренировались у Вадима Раевского, вспоминает мама спортсменки. У неё уточняют, почему они не хотели побороться. Лена тогда заболела, потом вышла на первенство 8 лет с тройным Луццем, боролась с очень сильными девочками. Она хорошо себя показала, помню, мы тогда очень хорошо общались с папой Арсения Федотова. Он тоже отбирался на первенство 8 лет, но ни Луца, ни Флипа у него пока ещё не было. И папа Арсения тогда сказал, ваша девочка даже круче моего. Но это, видимо, очень не понравилось тренерам, потому что они её не готовили. Пока Лена болела, она 10 дней не каталась, на трясущихся ногах была. Естественно, на первенство в таком состоянии ехать нельзя. В итоге Лена с папой поехали немного покататься дополнительно, не в холодную коммунарку, а в тёплый каток в Лефортово. Для девочки после болезни было важно, чтобы на льду было тепло. Но и так как там очень много тренеров, это всё тут же донесли. Мы выздоровели, выходим на лёд. Я тогда Этери Георгиевне подарок красивый купила, у неё скоро должен был быть день рождения. Не отдали его в итоге, потому что выгнали нас. Ещё перед хореографией мимо нас Сергей Розанов проходил. Такой злой взгляд кинул, я сразу всё поняла. Началась тренировка, родители сидят у стенки ровно, прижавшись. Потому что все боятся Этери Георгиевну, это правда. Но она правильно делает, слабину давать нельзя, иначе люди начинают наглеть. Она подозвала Лену 20 минут, её о чём-то спрашивала. Потом подозвала меня и сказала, мы с вами на разных планетах, вы наглые, бессовестные люди. Пошли вон отсюда, вспоминает Ирина Костылева. Прямо вот так уточняют у неё? Да, нам показали фотографию, где Лена на удочке у Раевского. Не скрою, мы подкатывались у него летом, но до Этери Георгиевны. А уже в августе того же года у Лены пропали все прыжки. Всё, с чем пришла Лена в Хрустальный, все тройные и дупель, ушло. Мне пришлось попросить его снова нам подсказать, что делать, потому что та школа замечаний не делала. Ни Розанов, ни Этери Георгиевна ничего не говорили. Сергей Викторович Дудаков – шикарный тренер. Когда не было Розанова и Тутберидзе, он Лену тренировал. Не знаю вообще, зачем Этери Георгиевне нужна была Лена в таком случае. Но в общем, я сказала тогда, что мы прыгали, прыгаем и будем прыгать. Развернулась и ушла, вспоминает Ирина Костылева и добавляет, что когда они пришли в Хрустальный во второй раз, Этери Тутберидзе им отказала. Противостояние с Этери Георгиевной для вас теперь принципиальное, уточняют у Ирины Костылевой. Никакого противостояния, я её очень люблю и уважаю, как великого тренера. Я хотела, чтобы Лена у неё тренировалась, переступила через себя, чтобы второй раз к ней прийти. Хотя мы не были виноваты в том, что нас выгнали. Ни у меня, ни у Лены никаких амбиций в спорте не было. У Лены слабенькое здоровье, мы пришли на каток просто потому, что врач посоветовал. Ей полезно дышать холодным воздухом. Она добрый жизнерадостный ребёнок. Главное, чтобы она была здорова, сказала Ирина Костылева. Тем временем Елена Костылева исполнила каскад из двух четверных прыжков. Фан-группы фигуристки поделилась видео с тренировки, на котором спортсменка исполняет каскад четверной сальхов, ойлер четверной сальхов. Напомню, Елена Костылева заняла третье место в личном турнире на чемпионате России по прыжкам. Победила Маргарита Базелюк, которая исполнила такой же каскад после окончания соревнований. Мария Симонова упала с поддержки во время проката на турнире в Москве. В короткой программе на соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы партнёр Симоновый Мартин Бреславский не смог удержать её, упал сам и уронил фигуристку. Спортсменка ударилась головой об лёд. После падения пара мужественно докатала программу, но в произвольной программе они не выступят, так как решили сняться с турнира. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках и высказывайте своё мнение в комментариях. До новых встреч!